Семья легендарного Дмитрия Шостаковича бережно хранит память о нем. Супруга Дмитрия Дмитриевича Ирина Антонова – человек непубличный и редко дает интервью. Но для нас она сделала исключение, и мы отправились в Москву. Квартира в Брюсовом переулке такая же, как при жизни Дмитрия Шостаковича. Здесь хранятся любимые вещи композитора – картины, книги, подарки. В одной из комнат стены увешаны работами художника Гершова, посвященной блокадному Ленинграду, городу, в котором рождалась и седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Музыкальное произведение создавалось во время артобстрелов. Композитор работал днем и ночью. В 41-м были готовы уже две части. 1 октября по распоряжению властей Дмитрий Шостакович отправлен в эвакуацию в Куйбышев. Накануне 42-го композитор симфонию завершил. В 41-м из блокадного Ленинграда в Куйбышев эвакуировали и юную Ирину Антоновну Супинскую, которой через много лет было суждено стать женой Дмитрия Дмитриевича. Как выяснилось позже, они даже проживали на одной улице. И мои впечатления о Куйбышеве, они никак не сочетались с теми впечатлениями, которые были у меня от блокады ленинградской. И меня в Куйбышеве поражало то, что там в домах не было бомбоубежищ, не было затемнений в домах, и что-то можно было получить в магазинах по карточкам и не стоять в многочасовых очередях. Именно в Куйбышеве впервые прозвучала легендарная седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. В городе в начале 40-х, несмотря на тяжелое военное время, продолжалась культурная жизнь. Здесь в эвакуации находилась труппа Большого театра. В Куйбышеве я первый раз была в Большом театре на балете Дон Кихот с Лепешинской, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Я видела там же заграничные американские мелодрамы, балерина, а цирковой наездница, которая стала знаменитой балериной. Там была, кстати, балетная школа Большого театра в это время, в Куйбышеве. Музыку Шостаковича удалось доставить и в осажденный Ленинград. Партитуру переправил прорвавшийся через обстрел самолет. Выживших музыкантов искали по всему городу и на передовой. Там действительно отозвали с фронта музыкантов, и Элиасберг в филармонии в холодном зале сыграл эту седьмую симфонию. И не было бомбежек, как-то потрудились, чтобы немцы, чтобы не было налетов на город. Легендарная седьмая симфония совсем скоро прозвучит в Самаре еще раз. В городе пройдет одноименный фестиваль. Он откроется 7 сентября на площади Куйбышева. Музыку Дмитрия Шостаковича исполнит Академический симфонический оркестр Самарской филармонии. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.